Добрый вечер, Казань! В студии Роман Даров. Это новости на Универ Ньюз. Давайте вместе узнаем, что было интересного в этот понедельник. Добрый вечер, Казань! Добрый вечер, Казань! Какие вопросы были рассмотрены, расскажет Аделя Шамилова. Добрый вечер, Казань! Добрый вечер, Казань! Добрый вечер, Казань! Добрый вечер. Добрый вечер, Казань! Добрый вечер, Казань! Добрый вечер. Добрый вечер, Казань! 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 Можно найти таких удивительных писателей, как Франзен, Литтл, например. Потому что они все время попадают в какие-то списки, топ-10. И в принципе они попадают туда не просто так. Рейтинги и советы авторитетов – лишь один способ выбрать себе произведение по вкусу. Для особых ценителей на книжном фестивале есть и уникальные книги. Например, «Эйзенштейн на бумаге» Наума Клеймана рассказывает о великом режиссере с непривычной нам стороны. Эйзенштейне – художники. В преддверии новогодних праздников, каникулы, отпусков, зимний книжный фестиваль – отличный возможный пополнить домашнюю библиотеку и выбрать подарки для самых близких. Здесь представлены десятки популярных российских издательств и произведений на любой вкус. От нестарейшей классики до новейшего нон-фикшена. Помимо приятных покупок книг без торговой наценки, на фестивале можно было посетить образовательные лекции и презентации новейших произведений. Большое внимание уделили и детской литературе. Ведь именно в раннем возрасте важно привить детям любовь к чтению. Вообще читать – это мучительное дело. Если вы вспомните, как трудно буквы складывать, слога, а потом эти слоги никак не получаются в слова. А потом получившееся слово тоже ни черта не понятно. Так вот, я думаю, что нужна просто интрига. Во-первых, надо понимать, что перед тобой такой же человек, как ты сам. И как тебе было тяжело, так и ей тяжело. Поэтому только интерес, любопытство. Поэтому нужно подбирать те книги, которые действительно интересны человеку. Действительно, очень часто сталкиваются родители с проблемой, что много классической литературы, на которой они росли. Это прекрасно, это замечательно. Но хочется чего-то нового, свежего, интересного. И вот это найти очень сложно. Во-первых, что раскупается постоянно – это вот такие книжечки с движущимися элементами. Это то, что популярно всегда. То есть для ребенка, какой бы он маленький ни был, то есть даже от одного годика, вот тут один-три года, да, важно, чтобы ему было интересно. А чтобы интересно читать было всем, на фестивале казанцам были представлены тысячи книг на выбор. И, пожалуй, уже пора задуматься, что выбрать на следующем уже летнем книжном фестивале. Анастасия Иванова, Ленардо Валетяров, Универньюз. Это были новости на Универньюз. Всем до скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова